Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 25 февраля сегодня. Я сейчас буду делать грунт для посева рассады. И хочу еще раз, прям быстро-быстро, два слова сказать про кокосовый брикет. В прошлом году применяла кокосовый брикет при посеве огурцов, при посеве мелких семян. Причем огурцы сеяла в чистый кокосовый брикет, а при посеве семян томатов добавляла немножко грунта. Сейчас буду его растворять, покажу вам, как это делаю. Ну тут инструкция очень простая. Залить теплой водой и подождать, когда он разбухнет. Много фирм выпускают кокосовый брикет. В прошлом году я испытывала несколько видов. Больше всего понравился вот этот местного нашего производства, барнаульского, от фирмы, какой там золотая сотка Алтая. Я теперь узнаю его по картинке, потому что там он чистый, без примесей, а некоторые есть, в которых там всякие камни какие-то, палки, сор. Ну, короче, видно, что подбирают все подряд. А вот этот вот прям чистейший, только кокосовые волокна. Мне он очень понравился. Теперь, если буду использовать, то только буду стараться покупать вот эту фирму. Для тех, кто хочет приготовить кокосовый, вот этот брикет растворить первый раз, я хочу обратить ваше внимание, что написано на инструкции теплой воды 4-6 литров. Сразу такое количество воды лить нельзя, потому что впитывает... Ну, короче, все кокосовые брикеты, у них разная степень поглощения. Какие-то поглотят всю эту воду, какие-то нет, и будет сильно жидко. Я добавляю понемногу, начинаю с маленького количества и жду. Я вот сейчас литр-полтора налью воды. Он на глазах начинает разбухать. Когда всю воду он впитает, я сейчас добавлю еще. По своему опыту скажу, что указанный в инструкции 6 литров, это, конечно, очень много, мне обычно хватает 4. Но, опять же, если у вас, вы будете добавлять сюда еще грунт, и он будет сухой, то, возможно, даже сильно мокрый кокосовый субстракт, это будет нормально. Но я делаю такой вот, смотрите, чтобы он был не жидкий. Ой, какой тепленький. Короче, получается, смотрите, тепленький, рыхлый такой, влажный, но в меру вот этот кокосовый субстракт. Сейчас буду, добавлю сюда грунта, буду делать посев. Ну и для чего добавляется этот кокосовый субстракт? Ясно по его структуре консистенции. Ясно, что он придает пористость нашему грунту. Грунт будет рыхлый, воздухопроницаемый. Семенам будет проще взойти в такой почве. И корневая система, если вот при посеве в стаканчиках я наблюдала, с добавками кокосового субстракта развивается намного быстрее. Корням легче, легче там, чем в плотном грунте разрастаться. Использую кокосовый субстракт только как добавку, потому что у меня посевов много. Если сеять в один кокосовый субстракт, это очень много выходит по деньгам. А как добавка прекрасное средство. Всем рекомендую. Нам ведь очень важно, чтобы не только верхняя часть растения была хорошо развита. Самое главное, чтобы там внутри, где мы не видим, тоже у наших растений было все хорошо. Я буду к кокосовому субстракту добавлять свой грунт местный. Работаю на местной продукции. Вот видите, вот как показать вам. Алтайский край, город Бийск. Изготовлено прямо в нашем городе. Но подойдет любая земля, на которую вы надеетесь, которая проверена. И сейчас 50 на 50 буду составлять. И посею немножко огурцов для выращивания в теплой теплице. И буду сеять томаты. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова, моя огородная азбука. Это несколько слов о кокосовом байкете. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.